МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, будет трудно. У нас народ казахстанский не такие трудности переживал. Вспомним гибель в коллективизации, вспомним войну, послевоенное время. Но сейчас же мирное время. Нам нужно сейчас сохранить нашу стабильность, двигаться вперед. Я верю в лучшее будущее. Ради этого работаем. Эти слова, полные решимости и искренней веры прозвучали в один из самых тяжелых периодов в истории казахского народа после развала огромной империи под названием Советский Союз. Производство остановилось, а армия распалась вместе с централизованной властью, а вновь образованным независимым странам пророчили скорую гибель. Это самый сложный период в развитии нашего государства. Массовая остановка предприятий. Экономика сжималась ежегодно по 10% в год. На 40% почти мы упали к середине 90-х годов. Поступления в бюджет сократились в два раза. Чисто налоговые поступления на 70%. Нужны были реформы. Однако представители парламента на тот момент не были готовы к кардинальным переменам. Идея безотлагательного перехода с привычной плановой экономики на рыночную казалась почти утопией. И с ними можно было бы согласиться. Но не зря Нурсултана Назарбаева прозвали человеком, способным предвидеть будущее. В очень короткий срок, буквально за 5 месяцев, с марта по август, подписали почти 100 указов, которые имеют силу закона, имели силу закона. Это были рыночные законы, непопулярные, не очень, наверное, выигрышные в общественном мнении. Но в то же время они, именно они дали толчок для развития наших реформ. Это законы о земле, о собственности, о занятости, о приватизации целый пакет законов, о развитии рынка ценных бумаг. Изданные указы – половина дела. Самое сложное, конечно, выстроить работу по принятым документам. А Казахстану, никому неизвестной на тот момент азиатской стране, переживающей к тому же небывалый экономический кризис, играть по правилам капитализма было вдвойне тяжелее. У вас нет ни страны, ни денег. Ни законов, регулирующих нефтедобычу иностранной инвестиции. А мы, господин президент, несем огромные риски. Так ли именно в далекие 90-е выразился представитель Соединенных Штатов или иначе? Но такова была в общих чертах первоначальная позиция западных стран по отношению к молодой республике. У нас экономика была тяжелая промышленность, требующая больше капитальных положений. Как поднять? И вот в решении этой задачи президент принесу мне решение. Будем привлекать иностранные инвестиции. В нефтегазовый сектор, когда появились компании «Шеврон» и так далее. И это надо было их убедить, что мы, господинцы, я гарантирую, я легитимно избранный народом президентом. Иностранных инвесторов так или иначе привлекали огромные залежи полезных ископаемых в Казахстане. Но как можно было вселить веру в обычных казахстанцев, все еще пребывавших в депрессии, отрухнувших идеи коммунизма в завтрашнем дне? Ведь, чтобы убедить чужих, нужно быть уверенным в себе прежде всего. Именно это, веру в себя, в свои силы, пытался внушить казахстанцам глава нового независимого государства. Главная задача любого правителя, правительства заключается, чтобы народу было хорошо. Чтобы никто ни в чем не ущемлялся. Чтобы у всех права были одинаковые. И чтобы никто против другого ущемленным, зажатым, обиженным не считал. Не дай Бог никаких столкновений, правопролитий, значит, никто никуда не должен уезжать. Это Родина наша общая. Это земля потом облита всех наших отцов. Надо, приходится, ответственность брать на себя и поставить на карту все. Сказать, пойдем туда. Люди хотят идти в той колее, к которой они привыкли. По той дороге, которую они протоптали, они знают. А это для них новая колея. Все новое всегда страшное. Ты говоришь, пойдем туда. Вот в конце там, я тебе обещаю, что будет хорошо. И только тогда, когда ты туда приведешь, уже говорят, молодец, правильно ты сделал. А если провалишься, скажут, плохое. Так приходилось часто. За эти годы, вот благодаря этой неустанной работе, созданию условий для привлекательности инвестиций, это закон, защищающий доходы зарубежных инвесторов, это другие льготы. И все это привело к тому, что, кажется, он вошел в двадцатку стран мира. А все страны мира, около двухсот государств сегодня в мире, борются за инвестиции. Это что такое? Иностранные инвестиции – это доверие к стране, доверие к человеку. А точнее, оправданное доверие. Президент оправдал доверие своего народа. За четверть века Казахстан из малоизвестной промышленной провинции СССР превратилось в большое, светское государство с процветающей экономикой, которое выросло за это время в 20 раз. Объем прямых инвестиций составил около трехсот миллиардов долларов. По мнению зарубежных исследователей, это феноменальный показатель. Тот путь, который самостоятельно Казахстан сделал за этих последних 25 лет, это вообще очень удивительно. Прежде всего, если учесть тот факт, что Казахстан находится в очень сложном, так сказать, международном пространстве, где очень много конфликтов, где очень много нерешенных вопросов, и с учетом этого развития и достижения Казахстана применяют еще более замечательный характер. Улучшилось не только благосостояние народа, но и внешнеполитические связи. Казахстан показал свой миролюбивый нрав с первых дней независимости, добровольно отказавшись от ядерного оружия, которым обладал. В 1992 году республика была принята в Организацию Объединенных Наций, и в первом же своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Нурсултан Назарбаев впервые озвучил идею о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Четкая позиция вашего президента влияет на стабильность не только в вашей стране, но и определяет баланс отношений между такими огромными соседями, как Россия и Китай. В этих, да и многих других странах высоко ценят политическое мастерство и лидерские качества Нурсултана Назарбаева, которые привели государство к стабильности через очень сложный период в своем историческом развитии. В мире высоко ценят таких людей. Сегодня Казахстан является членом Шанхайской Организации Сотрудничества, Всемирной Торговой Организации, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Эти достижения говорят о том, что лидер нации заслужил признание не только на родине. Такую задачу мог выполнить только незаурядный человек. Когда все сделано, кажется, что легко. А когда все начинается и доводится до такого уровня развития, как сегодня, с таким потенциалом развития, который имеет Казахстан, на самом деле это грандиозная задача, с которой справится не каждый. Но Нурсултан Вич Назарбаев справляется с этим и справляется блестяще. Казахстан шагнул в новую историческую эпоху. Об этом объявил глава государства в программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В новую эпоху страна нуждается в новых идеях, а для этого и мышление необходимо направить в другое русло, открыться новым знанием, быть прагматичным, быть готовым к переменам и стремиться к конкурентоспособности. В то же время человек, народ, его духовные, традиционные ценности, его самосознание для Казахстана всегда будут на первом месте. Президент подчеркнул это еще раз, обозначив в программной статье ряд конкретных проектов, направленных на сохранение и популяризацию духовных ценностей. В первую очередь президент отметил необходимость перехода на латиницу. Кириллица сформировала в нашем обществе очень серьезный угрожающий стереотип «пиши меня по-русски». То есть на кириллице ни один казах не осмелится и на язычное слово, преломленное через русскую орфографию, писать по казахской орфографии, произносить его по казахской орфографии. Если этот процесс будет дальше продолжаться, есть угроза, что со временем в нашем языке заимствованных слов будет больше, чем исконно. То есть полностью звуковая система постепенно, постепенно может даже смениться новой звуковой системой другого, чужого языка субстрата. И вот поэтому мы считаем, что реформирование письма через реформирование алфавита сейчас, на данном этапе, когда мы получили свою независимость, очень необходимо. Другим крупным проектом стала «Сакральная география Казахстана», направленная на изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба. Уже определены 600 объектов для научно-реставрационных работ. Идея президента нашла поддержку не только у историков и культурологов, но и экономисты страны видят в таком проекте огромный потенциал. Казахстан сейчас находится в 53-м месте главальной конкурентоспособности. А, к сожалению, в частности здравоохранения 96-е место, инновация, бизнес, финанс. Мы можем впереди в одном деле быть там, где мы можем вырваться. А вырваться мы можем через духовность и возрождение культуры, истории нашей. В Лондоне есть Всемирный географический музей. Весь мир ходит туда. Вот такого же историко-географического музея сделают в Туркестане. Начиная с хакских времен, гуннских, туркских каганат и так далее, можно хорошее сделать музей всемирный, возрождение шелковой пути. Опять через Туркестан будет проходить. Хороший можно логистический хаб делать. А в логистическом хабе я прочитал, одна третья прибыль, только по логистике можно поступать туда. Так что в духовном возрождении одновременно можно даже рынок развивать. Как отметил Нурсултан Назарбаев, сегодня у Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновления и новые идеи самим построить свое лучшее будущее. Идти в ногу со временем, сохраняя свой национальный код. Это новый путь, по которым будет развиваться Казахстан. Глава государства. Только тому, кто носит это звание, известна его настоящая цена. Потому что он, и только он ответственен, как за ошибки, так и за достижения своей страны. Чем выше достижение, тем сложнее был путь, приведший к ним. И пройти такой путь суждено только настоящим лидером своей нации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин